здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что поддерживаете мой канал подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также оставляйте запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны сегодня по просьбе моего подписчика я сделаю расклад на тайну горы каос гора каос это сердце тибета и азии все попытки покорить гору заканчивались провалом беда настигала альпинистов либо сразу либо после восхождения попытки восхождения так например все члены экспедиции американских альпинистов в 90 годы когда они попытались зайти на гору каос за пару лет превратились в дряхлых стариков и они в итоге умерли от неизвестных болезней гора имеет четко выраженную пирамидальную форму ее высота считается что ее высота имеет мистическую цифру 600 тысяч шестьсот шестьдесят шесть метров однако опять-таки как установили ученые что гора дышит она то опускается на 50 метров то поднимается и в общем то высота ее меняется 2000 в 2006 году российская экспедиция под руководством александра редько подошла к горе вплотную но после нескольких попыток поняли что калос не пускает и в общем-то все легенды говорят что калос сбрасывает людей возле подножия горы начинается видение люди теряют дар речи духи оказывают влияние накладывают печать молчание человек вот что-то хочет сказать но он не может либо говорит что-то невнятное либо же начинает говорить на таком языке которые окружающие не понимает меняется самочувствие сознание человека также появляется вокруг горы калос необычное свечение оно похоже на шаровые молнии состоящих из разных кругов и эти шары принимают разноцветную они они различные они принимают различную форму и сами по себе не разноцветные и самое удивительное а то что они принимают форму свастики интерес к тибету был особый у третьего рейха во время второй мировой войны они посылали на тибет экспедицию за экспедиции они изучали тибет чтобы получить необыкновенные знания гитлер был оккультистом он был заинтересован простите в разгадках тайм тибета ему хотелось получить секрет бессмертия и безусловно гитлер хотел обладать вот этим даром сверхспособностью и он искал различные секреты чтобы стать бессмертным и великим также рядом с калосом находятся два озера соединяющие между собой тонким перешейком моносарова это пресное озеро жизни ракшас соленое озеро смерти и ракшас считается озером демона вот в любую погоду на озере ракшас всегда шторм а на озере моносарова всегда штиль ну в общем то сейчас я посмотрю на двух колодах энергию вот энергия калос снаружи и энергия калос внутри что что это вообще за гора на самом деле ну буду смотреть в каких окружениях выпадет карта гора на раку или норма почему это гора не пускает людей почему не пускает альпинистов до насколько мне известно до восемьдесят девятого года очень много было именно экспедиции из-за рубежа а сейчас чтобы приблизиться можно так сказать горе калос нужно получить специальное разрешение у китайских властей энергетика калос калос ага вы знаете я бы даже так сказала это гора охраняется не только духами она охраняется природными явлениями космосом это однозначно связано и связано это еще как то с луной именно вот что то может происходить возле горы внутри горы в период новолуния полнолуния когда идет влияние именно лунных фаз то что я вижу действительно для жизни небезопасно именно для жизни небезопасно подниматься и никто и не поднялся на самом деле никого там и не было это все можно так сказать выдумки никто никогда не покорял эту гору и это не просто природное явление я бы даже так могла сказать сама гора она она живая она имеет огромную энергию это это не камень понимаете это это не просто мертвый камень вот как когда там что то на самом деле происходит но давайте так еще спрошу на другой колоде колода гюстова дура какая же энергетика горы каос снаружи и внутри какая энергетика снаружи действительно кто пытается сама мать природа защищает это место я даже могу так сказать это место как вот заколдованное если вот простым языком говорить это место заколдованное оно необычное и человек попадает под влияние вот этих природных явлений которые окружают эту гору это действительно такое необычное состояние вы знаете для того чтобы познать тайну тайну этой горы нужно менять уровень сознания уровень мышления здесь карта императрицы и на ней беременная женщина это беременность это женщина беременная она находится под Богом под защитой Бога у нее особая миссия и обязанность мы спрашивали про энергетику снаружи и по всей видимости не готов человек познать тайну каос потому что скорее всего именно что-то происходит не то с сознанием понимаете понимаете сам момент и задача когда альпинист есть восхождение а есть слово такое покорять горы горы невозможно покорить альпинист совершает восхождение и у альпиниста идет особая взаимосвязь опять-таки с природой с горой на которую он восходит все зависит от внутреннего состояния каждого человека и по всей видимости даже отправляясь в эту экспедицию с группой людей нужно очень тщательно подбирать как говорится товарищей но лучше всего то что я вижу быть к этому готовым и самостоятельно пытаться как познать тайну горы каос но к этому нужно тщательно тщательно готовиться и многому чему учиться так что еще мне скажут ну посмотрите какие говорящие карты карта мир и карта солнца знаете вот по этой карте я могу сказать что и также по императрице а я не вижу чтобы эта гора была природным явлением и вот ее вот это именно пирамидоидальная такая форма она не случайна за миллионы миллионы лет до нашей цивилизации это было творение рук человеческих давайте посмотрю что может находиться внутри что может находиться внутри горы каос в чтение фракции тонь и тщет мечей карта борьбы карта воинов карта мышление размышления карта луна и карта паш мечей это опять карта это опять карта воина наблюдателя секретного агента но то что там тайна это что однозначно это как-то связано с луной и в ленорман выпадала луна и здесь выпадает луна так что еще мне скажет эта карта карта смерти рыцарь опять рыцарь мечей тройка чаш колесница шестерка пентаклей вы знаете я почему то вот то что я вижу что там могут находиться воины вот как будто как захоронение но это грубо говоря воины это не те воины которые воевали с людьми это это даже не как вот захоронение темерлана да нет там что то другое воины в каком-то вот смысле возможно защитники защитники этой горы но знаете мне сейчас какая мысль пришла есть такое вы знаете внутри горы могут находиться люди которые погружены в состояние самати это состояние пограничное между жизнью и смертью когда йоги погружают себя в это состояние и они могут пребывать но очень долгое время и вот у меня идет такая информация что именно они охраняют подступы к этой горе однозначно там есть ход который возможно опять таки как-то засекречен от людей но не готовы в данный момент но можно так сказать наша цивилизация они готовы чтобы разгадать эту тайну именно духовно именно простите нужно совершенно другое мышление чтобы чтобы быть достойным разгадать тайну каос по поводу карты смерти насколько мне известно недалеко от горы находится долина смерти там совершенно другое время опять-таки есть такая версия я читала об этом то что туда именно уходит умирать йоги и там находятся зеркала времени почему что с ними происходит то есть когда они понимают что пришло время умирать они садятся в позу Будды там совершенно по-другому идет время и человек уходит гораздо быстрее по всей видимости это тоже как-то было связано с американскими альпинистами почему они за пару лет все состарились и умерли от неизвестных болезней возможно они попали в это зеркало времени и что-то с ними могло произойти рыцарь мечей карта смерти понимаете паш мечей карта луна девятка мечей все находится под охраной и причем такой достаточно агрессивный потому что внутри вот то что я вижу могут находиться люди совершенно другой цивилизации которые жили миллионы миллионы лет до нашей цивилизации которые находятся именно в позе самати а что касается вот если посмотреть а что же это за люди ну давайте давайте я посмотрю что же это могут быть за люди что же это может быть за цивилизация причем я могу сказать что они обладали настолько мощной энергией что несмотря на то что они находятся в этом состоянии они могут влиять на внутреннее состояние горы и на внешнее это место оно опять-таки говорю оно как заколдованное для того чтобы туда попасть нужно иметь определенный вы знаете как попасть в сейф нужно иметь код и помимо этого кода нужно иметь другое сознание другое мышление выйти на другой уровень что же это за люди как какой цивилизации они принадлежат какая пойдет информация опять пятерка мечей люди с огромным потенциалом но я могу сказать что это люди ну достаточно были воинственными все-таки они идут опять-таки как воины и опять выпадает карта императрица но по всей видимости они обладали очень мощной энергией вы знаете это была совершенно другая раса людей они обладали уникальными способностями и они обладали огромной силой и могли управлять карта смерти и смерть она здесь как-то как на земном шаре вы знаете возможно они могли управлять гравитацией их их вообще энергия должна была идти на познание себя на развитие себя а скорее всего они направили ее как-то неправильно и они скорее всего многие из них погибли но а многие именно погрузились в это состояние времени карта умеренности это карта времени и опять-таки карта справедливости это карта мудрости мудрого правителя вы знаете я вижу это так что там находятся люди и причем их достаточно много тех людей и они находятся вот в этой позе будды сидят и они погрузились погрузили сами себя в это состояние самати придет время придет час и они пробудят себя но это должно быть опять-таки знаете их была программа даже возможно пробудиться не в 21 веке а возможно даже и гораздо позже почему-то у меня сейчас идет что-то будет связано с 25 веком у меня вот прям такая информация идет и не знаю почему кстати были же ведь атланты которые также погибли и у них была огромная энергия и были люди которые принадлежали являлись третьей расой это были лемурийцы необычные такие люди у них были были был огромный рост и они у них был третий глаз и насколько мне известно у них был по-моему даже третий глаз на затылке и эти люди были необычными они были очень огромными высокими но я вот я вижу так что это это гора не природное явление это именно гора которую это это пирамида с секретом который имеет вход но этот вход зашифрован и охраняется вот я вижу так что там могут находиться лемурийцы которые находятся в состоянии самати и причем это это были как воины которые опять-таки обладали огромной энергией и они знали какие-то секреты секреты мироздания секреты возможно всего человечества поэтому они зная о том что скоро их цивилизация погибнет они погрузили себя вот в этот вот в это вот состояние для того чтобы возродиться и опять-таки принести какую-то важную нужную информацию для цивилизации для другого для другой цивилизации я вижу это так никто и не покорит это даже не те пирамиды которые находятся в Египте нет абсолютно это действительно священное необычное место и оно охраняется и духами которые ушли ну как йоги а также охраняется вот этими людьми которые там внутри находятся их никто кстати не видел потому что скорее всего даже могу так сказать там есть какие-то возможно даже секретные записи что-то там записано что-то там зашифровано и уверена что даже сами тибетцы даже самые избранные не могут туда проникнуть какую-то информацию они знают поэтому они ее хранят и они ее не рассказывают даже ни за какие деньги они не могут это рассказать даже под пытками страха потому что опять-таки этой информацией обладают единицы но те кто знают они тоже не имеют права проникнуть туда именно туда именно в эту тайну каос каос потому что это опасно опасно не только для жизни например тибетца или путешественника это опасно для всей цивилизации которая в данный момент находится на земле если у вас к данному раскладу будет какая-то своя интересная информация напишите пожалуйста берегите себя берегите своих детей всего вам доброго до сих пор до сих пор до сих пор 2 5